Привет, друзья! Вы, конечно, видели это видео, но говорить мы будем не только о нём, вернее, скорее не о нём. Потому что Оскар, вручённый сегодня за фильм Навального, был вполне ожидаемым, и это признак выстраивания систем. Да, само по себе видео достаточно пошлое, и видео очень, на самом деле, показательное. Ни одного слова в речи о войне, вызывающее платье, которое абсолютно не к месту, это не игровой фильм, это документальный фильм вроде как о человеке, который сидит и страдает в тюрьме. Семья презентует себя как актёры Голливуда, как будто бы они выходят на красную дорожку совершенно по другому поводу. Вот это не состыковка, как из серии «Волечку мне принеси». Вот это вся имперская сущность российская, таких хозяев жизни, которые легко принимают всё, что им даётся, вернее, считают себя заслуживающими. Всё, что им даётся, и всегда даже больше заслуживающими, чем им даётся. Пошло, некрасиво и, я бы сказала, глупо. Но дело не в них. Оскар – это верхушка построения системы, которую мы наблюдаем именно сейчас. Боже, насколько их стало много. Альбаца, которой мы говорили, которая абсолютно чётко говорит о том, что она не может не болеть за Россию. Ну, в общем, таких, к сожалению, к счастью, знаете, я остаюсь всё-таки лояльной своему флагу, поэтому я не могу желать ой. Вы представляете себе фашистскую Германию, антифашиста, немца, который бы сидел бы и рассказывал о том, что, ну, это же всё-таки моя страна, там проголосовали миллионы, ну, я не могу желать проигрыша фашистскому режиму. Эта женщина это говорит. Она, кстати, навальнистка, она поддерживает, мой Лёшенька. Они все, в общем-то, в одной куче. И она заезжает в страну, настолько пострадавшую от этих людей. Она заехала в страну, она выступила на утро февраля и одновременно на канал «Прямой» у Гонопольского. Тут же на всех украинских каналах сидят, ну, не на всех, но на очень многих, посмотрите, «Фабрика Новин», не только «Фабрика Новин», сидят хорошие русские. Я буквально два дня назад на «Фабрике Новин» слышу вопрос о том, как латыниный корреспондент задаёт вопрос. Скажите, пожалуйста, Юля, а вы точно уверены, что нам дадут самолёты, что нам дадут F-16? Великий эксперт, российская имперка, имперец латынина почему-то должна отвечать украинскому корреспонденту, а он почему-то её вопрошает об этом. Почему-то она выбирается в качестве военного и политического эксперта, и название им «Легион», их куча везде. А о чём это говорит? Как и вручение «Оскара». Смотрите, сегодня новость о Навальном отразили не только мировые СМИ, не только украинские СМИ, отразили российские СМИ, которые в самом начале, когда Навальный появился, вообще ни слова о нём не говорили. Пускай в шуточной, в сухой, в издевательской форме, но везде прозвучало «Реа новости». Всё остальное там, канал России, ещё что-то, везде прозвучало имя Навальный. Оно уже вбивается. Помните раньше нарратив россиян «Если не Путин, то кто?» И вот когда Путин исчезнет, всем уже будет понятно, кто. Так система делает Нельсонов-Манделл. Так она действует в России, и так она, кстати, действует в Беларуси, считая её своей провинцией. И пока что это удаётся. И удавалось. Это касается Светланы Тихановской, который рукоплескал Бундестаг. Это касается Баба Рики, который сидит и уже выступает для многих белорусов, как Нельсон Манделл. Но Запад коллективный не понимает до конца эту систему. А система понимает, что Запад не понимает и умеет играть по правилам Запада. Запад коллективный привык к тому, что если ты противостоишь в их понимании тиран, то ты, соответственно, сразу демократ. И никто уже не помнит, что делал Навальный, что он сидел с Гиркиным в 1917 году в дебатах, где они, между прочим, соревновались, в том числе по вопросу, кто же из них самый большой российский националист, кто же из них больше всего любит Россию, кто же из них патриотичнее. Присматривается модель. Многие, многие не понимают и боятся развала империи и знают, как же ее припудрить. А припудрить ее можно с помощью такого же нациста, как и Путина, может быть, даже сильнее нациста, как Навальный. И целая армия хороших русских занимается его отбеливанием. Целая армия хороших русских помогает создавать этого Нельсона Манделлу. Почему мы так прицепились к этому вопросу, спросите вы? Ну ладно, останется демократическая Россия, а может быть, все изменится. Не может измениться ничего до того, как империя распадется. В самой идее Российской империи заложена тирания и захватничество. Она снова встанет с колен, как это было при Совке, если она не распадется и не отпустит регионы. Отъестся, наверное, выплатит репарации, но будет жить, затаив обиду о своем непризнанном величии. И рано или поздно это отразится на наших детях. Навальнистый имперцын, сам Навальный нацик, он никак не поменялся. И даже фраза, сказанная из тюрьмы и его возможность выступления из тюрьмы, она, мало того, что странная, как, кстати, возможность выступления из тюрьмы Бабарика, как рукоплескание, подчеркиваю, Запада, несмотря на то, что в тот момент и Тихановская, и Бабарика говорили о том, что, возможно, Россия поможет белорусам в их протестах. Помочь мог, конечно, Путин. Это я так немножко отвлеклась. Так вот, примиряется система, при которой что-то припудрится, но не разрушится до конца. И, кстати говоря, еще раз, употребление в российской прессе, официальной прессе этого имени, неважно в каком контексте, так работает технология, так она заходит в голову, создает для среднестатистического россиянина эту альтернативу. Уже будет понятно, кто же, если не Путин. Вот так, друзья. Но мы-то знаем, что надо делать. Мы-то знаем, что историю не повернуть спять, и Рейх все равно будет разрушен. А говорить о том, как Рейх пытается себя припудрить, нужно. Говорить нужно бесконечно. Показывать эту гниль нужно бесконечно. Отодвигаться от нее нужно бесконечно. Я понимаю, что интересно, вероятно, зайти послушать, что же там говорит Пейгин, что же там говорит Альбас, что же там говорят остальные. Они же наверняка где-то как-то знают, а вдруг какое-то зерно. Плюс они так умеют красиво рассуждать о том, что же происходит с Россией, что там завтра сделает Путин, а как там с Кабаевой, а как там еще что-то. Вы себе задайте вопрос. Проанализируйте кучу лет назад, подвиньтесь, сбылось ли что-то, что прогнозировали так называемые хорошие русские. Добились ли они хоть чего-то в том, что они называют борьбой? Кроме удобного места под солнцем, рядом с системой, получая гранты и от коллективного Запада, отлично себя чувствуя, и вот так выходя на красные дорожки, как выходит жена Навального с дочерью и сыном. И там не сильно уж и притесняется. А сейчас еще получив путевку в мир со штампиком инагент. Ну как же иначе? Уже инагент. Значит, правильно. Значит, можно пускать. Система знает, что делает. Система отлично просчитывает наш, ваш и западный мозг. Всем пока. Прошу делиться этим видео, ставить лайки. Слава Украине! Субтитры сделал DimaTorzok